Всем привет! С вами мобильные обзоры. И сегодня у нас небольшой обзор умных часов от фирмы Xiaomi Amazfit Bip. Начнем с комплекта поставки. Поставляются они вот в такой небольшой коробочке, который становится привычным. У Xiaomi все продается в небольшой коробочке. Наверное экономят картон. Итак, в этой небольшой коробочке, кроме самих часов, находится еще одна коробочка, в которой находится кредл для зарядки, который подключается к USB порту. С одной стороны мы видим USB разъем и с другой кредл с двумя контактиками для зарядки часов. Часы в кредле смотрятся вот так вот, красивенько. Так, это пока отложим в сторону. Посмотрим, что у нас еще идет в комплекте. А еще у нас идет вот такая вот книжечка. Инструкция на английском языке с одной стороны и на нашем любимом китайском языке с другой стороны. Откладываем все это дело. Оно нам пока что, вернее, больше не пригодится. И поговорим о самих часах. Часы работают на своей собственной закрытой операционной системе, которая очень похожа на Android 2. Но, тем не менее, это не Android 2. Информации о процессоре, о встроенной памяти и о оперативной памяти нет никакой. Но, я думаю, без этого можно жить. Итак, что же умеют эти часы? Во-первых, это мониторинг пройденных шагов и сожженных калорий. Во-вторых, это пульсомер. В-третьих, это отслеживание сна. В-четвертых, это отображение времени и даты на экране. Кроме того, часы могут отображать погоду, день недели, ну и заряд аккумулятора. Так, что можно сказать? Часы довольно-таки невесомые. Их вес составляет каких-то 32 грамма. Причем это с вот этим вот силиконовым ремешком. Что еще? Встроенный аккумулятор имеет емкость 190 мАч. Вроде бы такое небольшое даже смешное число. Но, тем не менее, этой емкости достаточно для того, чтобы часы, по заявлению производителя, проработали до 45 дней на одном заряде. Ну, я пользуюсь этими часами уже примерно 3 месяца. И что могу сказать? У меня эти часы в среднем проживают около 25 дней на одном заряде. Как же Xiaomi удалось достичь такого экономного использования этого миниатюрного аккумулятора? Если взять те же Apple Watch, то они проживут примерно ровно в 25 раз меньше. То есть, максимум одни сутки. Видите, сколько я не вращаю эти часы в руке? У них постоянно активный экран. Ну и время от времени они пытаются измерить пульс. То есть, все это, по идее, должно потреблять электричество и немало электричества должно потреблять. Первый секрет кроется в том, что экран, на который мы сейчас смотрим, он хоть и постоянно включенный, но он не светится. Да, время видно хорошо, все видно хорошо. Но сам по себе экран ничего не излучает. Он отражает падающий на него свет. Днем, при ярком освещении, в помещении, на солнце. Изображение видно просто отлично. Оно настолько контрастное, что даже слепит, можно так сказать. Ночью же или в темном помещении не видно ничего. Вот на этом Xiaomi удалось очень хорошо сэкономить заряд. Если же вам нужно посмотреть на время, либо прочесть уведомления в темноте, то можно нажать на кнопочку и на несколько секунд включится подсветка. И пока она активна, экран очень хорошо читается в темноте. В часах настраивается 5 степеней яркости подсветки. Даже самой минимальной яркости достаточно для того, чтобы с комфортом ночью посмотреть время, либо же прочесть пришедшие уведомления. С часами идет несколько встроенных циферблатов. Если же этих циферблатов вам недостаточно, вы без проблем можете установить дополнительные циферблаты при помощи стандартного приложения для часов Xiaomi MyFit. Как вы видите, пульсомер время-тремни пытается измерить мой пульс. Частота измерения пульса выставляется в этом же приложении MyFit. И может быть либо 1 минута, либо 10 минут, либо полчаса, либо же никогда. У меня установлено раз в 10 минут. И при измерении пульса раз в 10 минут, часы у меня в среднем проживают до 25 дней. Так, что еще сказать? Экран, как вы уже поняли, сенсорный. Сам дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 3 с приятным 2.5D закруглением. В интернете масса магазинов продают защитные стеклышки и пленочки на эти часы. Я не покупал ни того, ни другого. Но, тем не менее, с часами обращался не совсем бережно. То есть, я их не снимал ни во время ремонта, ни во время занятий спортом, ни во время банальной уборки, мытья посуды. Как вы видите, стекло без трещин, без глубоких царапин. Мелкие-мелкие царапинки, конечно, появились. Но их видно только, если хорошо присмотреться и под определенным углом. Часы имеют степень по пылевлагозащите IP68. То есть, их можно безопасно погружать на глубину 1 метр на время до получаса. Я не думаю, что у кого-то возникнет такая необходимость. Но принимать душ, плавать в них в море, либо в бассейне, можно абсолютно не беспокоясь за то, что влага их как-то повредит. Часы собраны очень качественно. Ничего не выступает, ничего не царапает, ничего не... Ну, часы собраны просто великолепно. Как, в принципе, большинство товаров от Xiaomi. Родной ремешок, который идет часами, выполнен из гипоаллергенного силикона, который мягкий, приятный на ощупь, эластичный, не натирает руку. Но если же по каким-то причинам вас он не устраивает, вы без проблем можете найти на том же Алиэкспресс либо металлический, либо кожаный, либо плетеный. Ну, какой вам больше понравится. Замена ремешка производится при помощи вот такого вот крепления, которым пользоваться удобно, но когда смотришь через камеру, немножко неудобно, конечно. Вот такая железячка, ее нужно ногтем не запустить, и ремешок снимается. Вот так вот. Часы могут работать со смартфоном, как на Android, так и на iOS, при помощи приложения MyFit. Приложение MyFit очень многофункциональное, в этом обзоре я говорить о нем не буду, потому что о нем само можно говорить на нас полчаса смело. Вкратце, при помощи этого приложения, можно менять циферблаты на часах, можно просматривать статистику шагов, сожженных калорий, статистику по пульсу, статистику сна, и так далее. Также статистику тренировок, но очень много чего можно смотреть и отслеживать при помощи этого приложения. Как я уже сказал, я пользуюсь часами около трех месяцев, и у меня только положительные впечатления. Плюсов у часов просто очень-очень много. Во-первых, это вечно активный экран, во-вторых, это автономность, в-третьих, очень классный внешний вид, в-четвертых, они просто невесомые, в-пятых, это и пульсомер, и шагомер, и уведомления. Ну, в общем, часы однозначно бомба. На данный момент их стоимость составляет в районе 80 долларов. Ну, сами можете сравнить эту стоимость со стоимостью того же Samsung Hero, либо же Apple Watch. Ну, пожалуй, вот и все, что я хотел о них сказать. Всем спасибо за просмотр. Ссылочка на часы, как всегда, внизу в описании, если вдруг кого заинтересовали. Заходим, смотрим, покупаем. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч.